Доброе утро, друзья! 16 августа, вторник на календаре. Это студия «Хорошего настроения» и мы продолжаем. Только представьте себе, белые волосы, белые ресницы и брови, белоснежная, почти прозрачная кожа. Людей с такими уникальными особенностями уже давно прозвали альбиносами. Их численность предельно мала, на 20 тысяч человек в Европе приходится всего лишь один такой уникальный человек. Впрочем, сегодня и мы можем похвастаться своим знакомством с девушкой, которая своей по-настоящему снежной красотой выделяется из толпы и вызывает изумление. У нас в гостях минчанка Алина Юркевич. Доброе утро, Алина! Снежная королева. Да, особенно мы со своими загарами как-то наоборот бледно на ее фоне смотримся. Алина, а часто приходится встречаться с людьми, подобными тебе? Вот такими же беленькими, такими же светлыми, солнечными? Вообще, я встречала в Минске таких людей. Больше всего я общаюсь с ними по соцсетям. Мы переписываемся, у нас есть своя группа. Мы меняемся какими-то мнениями, советами. Здорово! Когда вас много, это же вообще-то два человека сейчас здесь, смотрится шикарно. Действительно, чудо природы, как будто бы с какой-то другой планеты даже. А есть еще, может быть, в характере какое-то отличие? Вы знаете, с учетом того, что мы отличаемся все-таки от других, то, скорее всего, это какая-то храбрость к жизни, это какое-то целеустремление, потому что надо чего-то добиваться больше, тяжелее нам немного. Но вам приходится противостоять окружению или природным каким-то все-таки условиям? И природным, и окружению. А мама, родители вообще рассказывали, какое было у них впечатление, какие эмоции, когда вот впервые увидели тебя вот такую беленькую? Ну, вообще, мой папа был в детстве светленький, но он не альбинос. И удивления особо не было. А уже потом, когда увидели, что я не загораю, то, что я розовенькая на солнце, а не коричненькая. То есть сразу даже никто не понял. Да, то есть сразу никто не знал, а потом вот такие вот уже пошли догадки, и всей поликлиникой разбирались, что это такое. Что же это такое? Да, как это? А вы вот говорите, альбинос, вас это слово не смущает вот само по себе? Вы воспринимаете его как, ну, нечто данное? Или все-таки оно такое обидное? Это как часть меня. То есть ничего обидного в этом нет? Нет, абсолютно. Вот, а мне тоже, кстати, раньше когда-то казалось, что это, ну, что неправильно нельзя так людей называть. И я как-то как будто даже делала замечание. А оказывается, это, ну, действительно нормальное вот слово, которое обозначает как раз-таки вот такую особенность генетическую. А ты сама интересовалась, уже будучи взрослой, что за феномен такой, откуда что берется? Конечно, это изменение гена, который делает так, что человек не может загорать, то есть нехватка меланина идет. И чтобы родился альбинос, должен быть и у мамы, и у папы носитель этого гена. То есть просто так невозможно, если только у одного. Ну, это редкость, что так встречается. Поэтому и 20 тысяч человек, ну, на одного альбиноса. Ну, я так понимаю, есть какие-то, ну, проблемы, да, то есть сложности, там, связанные с нахождением на солнце, я так понимаю. Но есть и плюсы. Вот я смотрю большое количество фотографий, я так понимаю, что для вашей, ну, наверное, профессии, да, то есть в качестве модели, это очень интересно. Это огромный плюс. Да, вас немного, и вы всегда будете востребованы. Да, есть такой момент. А еще какие-нибудь другие плюсы, возможно? Плюсы, ну, если бы я хотела быть блондинкой, мне пришлось бы краситься, а так не пришлось. То есть я уже блондинка сэкономила на краске, повезло. А вот попыток в обратную сторону, как раз так, вот хочу быть брюнеткой, вот бывает же, брюнетки хотят быть блондинками, у вас не было желания, знаете, так, покрасить как-нибудь волосы? Конкретно у меня не было, но у моих знакомых альбиносов, конечно же, было, они это экспериментируют, хотят не выделяться из толпы временами, но меня устраивает. Мне кажется, это просто прелестно. Да. И я сразу отметила, что Алине и без макияжа очень хорошо, красиво, действительно удивительная девушка. А что, чем ты еще занимаешься, помимо карьеры фотомодели? Я музыкант и закончила колледж искусств в этом году. И какой инструмент? Фортепиано, но вообще у меня дирижирование, вот, то есть как бы дирижирование хором специальности идет, пение, то есть я по образованию как бы музыкальный учитель, можно так сказать. То есть человек разносторонний. Вот зато я знаю, еще один плюс, вы будете сто процентов привлекать внимание всех учеников. Да. Они от вас взгляд не отведут, просто будут все внимательны. А я еще слышал, вот есть такое, не знаю, назовем это поверье, да, что если взять альбиноса за руку и загадать желание, обязательно сбудется. Да, конечно. Есть такое? Да. Подходят люди на улице и говорят, дайте я подержусь. В основном в метро почему-то. Да? Оля, ты ближе сидишь, у тебя есть возможность. Может быть тогда после съемок поддержим Алину за руки и загадаем все свои самые заветные желания. Алина, а как с противоположным полом? Вот они оценивают твою такую индивидуальность? Ну да, с этим вообще проблем никогда не было. А нету таких, знаешь, как я буду встречаться только с альбиносом? Знаете, искал тебя всю жизнь. Если я расстаюсь с парнем, то он ищет потом альбиноса. Вот как-то так. И уже много сердец разбило? Признавайся. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ой, а сколько к ним прибавится еще после нашей программы. Представляю. Представляю. Алина, что ты можешь сказать тем людям, вот может быть тем детям, которые только сейчас начинают к себе привыкать и начинают вот как-то себя отстаивать, свою позицию. Вот тем деткам альбиносам, которым, ну когда ты чем-то отличаешься, всегда тебя там кто-то пытается в школе дернуть лишний раз за косичку. Будет так поражаться, да, за белую. Что-то такое сказать, колкое. Вот как надо себя воспринимать, как себя настраивать, как себя отстаивать? Мне кажется, что родители должны вложить ребенку то, что, да, он не такой, как все, но это не делает его хуже. То, что его полюбят по-настоящему и таким, то есть с какими-то особенностями. Вот. И, конечно же, надо, чтобы ребенок умел за себя постоять, потому что в нашем обществе бывает тяжело, особенно в детстве. Вот. Конечно же, надо любить этого ребенка, несмотря ни на что, потому что многие родители расстраиваются. Естественно, это как бы букет заболеваний, то есть и кожа, и глаза страдают. Но, тем не менее, надо воспитать, воспитание вкладывать в душу, и ребенок вырастет, я считаю, достойным. Вот. Правильно. Вот про родителей, про родителей хорошо заговорили, как раз-таки есть возможность передать привет, что называется. Пользуясь случаем, ну, в общем, все, как мы любим, да? Передавай привет родителям. А только родителям можно. А нет, можно всем. Тебе можно, на самом деле. Передаю привет маме, папе, сестре и, конечно, Саше. И, конечно, Саше. Доброе утро всем. Действительно, уникальная девушка у нас сегодня в гостях. И мне вот к предыдущему вопросу я сама бы хотела добавить, что если родители действительно воспитали хорошего человека, положительного, воспитанного, такого милого, улыбчивого, то как к нему можно плохо относиться? Алина Юркевич у нас сегодня в гостях, друзья. Мы еще вот как собирались с Олей после общения поддержимся за руку и загадаем желание. А вы, друзья, не переключайтесь, у нас небольшая пауза.